В 17 веке в Константинополе осветили небольшую церковь в честь архангела Гавриила. Но поскольку православный Царьград был тогда уже столицей мусульманской империи, это маленькое, казалось бы, освящение, которое произошло 26 июля, имело довольно большой эффект. Настолько большой, что даже вошло в церковный календарь как праздник собора архангела Гавриила. Однако он именуется не просто собором, а иногда с приставкой «второй собор» в честь архангела Гавриила. Потому что с древнейших времен первый и особенный праздник в честь того небесного посланника, который принес Деве Марии весть о рождении сына, совершался сразу на следующий день после Благовещения. Сегодня, 8 апреля, праздник, который в собственном смысле и по преимуществу именуется собором архангела Гавриила. Надо сразу правильно понимать, что слово «собор» в названии вот этого праздника никакого отношения к храмовому зданию не имеет. Скорее всего, в данном случае имеет место древнейшее представление христиан об иерархии небесных сил. Согласно Дионисию Арипагиту, которому приписывают текст о небесной иерархии, ангельский мир организован почти как воинское подразделение. У высшего светлого духа в подчинении есть такая когорта меньших по иерархии сил. И во взаимном действии они осуществляют замысел Божий о мире и реализуют божественные планы. У архангела Гавриила, как и у другого архангела Михаила, есть в подчинении иные ангельские силы, иные ангелы. Поэтому в данном случае такой вот строй ангелов, которым руководит архангел Гавриил и называется словом собор. Собственно говоря, и на иконах этого праздника, на иконах собора архангела Гавриила данная богословская мысль воплощается совершенно конкретно. Там изображается сам великий архангел в окружении своих помощников, собратьев, иных ангелов. А что же мы вспоминаем в этот день? В собор архангела Гавриила мы вспоминаем ту роль, которую сыграл этот могущественный божественный посланец в деле Благовещения Пресвятой Богородицы. И, конечно же, просим его вместе с иными ангельскими чинами помогать и нам на нашем жизненном пути. Их же молитвами укрепи и нас, Боже! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok